Вот, ребят, есть разные вольерчики. У нас вот такой вольерчик. Всем привет, ребят! Давно с вами не виделись. У нас наш маленький щенок научился залазить на вторую ступеньку. Ой, тебя плохо видно, что ты так? Только одна проблема, он не научился с неё слазить. И поэтому, получается, когда он сюда залазит, он сидит здесь бедный, как вольерчики, не может ни спуститься вниз, не может ничего сделать, и сидит, пока я его не сниму. Но самое интересное, как только я его снимаю, он опять пытается залезть на вторую ступеньку. А всему виноваты вот эти коты, которые его дразнят. Он хочет их достать, а достать не получается. Да, Алиска? Алиска? Алиска ревнует. Алиса очень долго его не воспринимала, вообще не дружила, и были такие у нас достаточно серьёзные драки. Я, как вы знаете, долгое видео не выкладывала, но они у меня остались в архиве. Я обязательно вам покажу, как это всё было, как проходило их знакомство. Потому что мы уже в какой-то момент даже стали переживать. Она очень ревновала именно к этому щенку маленькому, и абсолютно не хотела его принимать домой. Да? Да, скажи. Сейчас он у нас активно линяет. Ой, у нас ещё, ребят, вы не знаете, очень сильная была проблема. Это я тоже вам ещё покажу. Ну, так получилось, что это видео, наверное, я выложу первым. У нас мы его закапали, дали ему капли отблок на шёрстку, причём очень дорогие. И в этот момент он полностью облысел. У него сейчас уже заросло, здесь спина была полностью лысая. Это был ужас, это произошло буквально в течение нескольких часов. Он очень сильно... ой, чесался. Вот такая была реакция. Я вам обязательно всё расскажу. Ну что, слазим с вольерчика? Папа там уже придумал какой-то новый челлендж для вас. Слазим с вольерчика. Стрид, что там происходит? Я бы на твоём месте пошла проверить. Ребят, пока-пока. У нас начинается съёмка. Ещё увидимся. Продолжение следует...